Приветствую вас, вы знаете, я думаю, что ответом на ваш самый первый вопрос будет, да, вы имеете право слушать себя и свои ощущения, но за этим ответом последует вопрос, а почему вы сомневаетесь, из-за чего вы сомневаетесь, это первое. Второе, вы совершенно верно рассуждаете по поводу того, что он не изменится и что он будет насладаться своей властью, и что ему нельзя доверять, это все совершенно так, но, но, вы говорите, есть могучая сила его убеждения, понимаете, могучей силы убеждения у людей нет и быть не может, убеждения возникают тогда, когда человеку показывают, что его желания могут быть удовлетворены, иными словами, иными словами, это означает, что в глубине души вы не хотите работать, в глубине души вы хотите быть за мужчиной, в глубине души вы хотите чувствовать себя защищенной, но так, чтобы за это отвечал другой человек, это означает, что в глубине души вы не хотите брать на себя ответственность за свою жизнь, и именно поэтому сейчас вы находитесь в состоянии жертвы, именно поэтому у вас все вот эти вот вопросы, именно поэтому у вас все вот эти вот метания и возникают. Будь у вас ваша ответственность за вашу жизнь, будь у вас хорошо развиты личные границы, будь у вас правила, которые обеспечивали вы вам личную безопасность, никакой бы силы убеждения просто бы не было. А так человек просто дает вам то, чем вы нуждаетесь, и все. Дальше. Надо сказать то, что вашему ребенку очень вредит тот факт, что вы проживаете с мунем, потому что отношения у вас явно не совсем здоровые, не совсем хорошие, отношения явно конфликтные, все это влияет на ребенка, по итогу ребенок будет испытывать трудности в своей жизни. И здесь на самом деле вы поступаете эгоистично, то есть насколько вы жертвуете собой, да, насколько вы жертвуете собой ради мужчины и терпите все, ну какие-то вот негативные вещи, настолько вы поступаете эгоистично по отношению к своему ребенку, который, в общем-то, страдает из-за того, что у вас нет адекватных отношений с мужчиной. Это такой аспект. Дальше. Дальше. Вы пишите, что я долго была одна, при том, что хотела семью и детей. Еще один очень важный момент. Ну вот семью и детей сейчас вы получили. И что дальше? Счастливы вы? Нет. Счастлив ли ваш ребенок? Нет. Как вы понимаете, семья и дети не могут быть самоцелью, но они были. Значит, по вашему мнению, семья и дети должны были вам что-то дать. Именно вам что-то дать. Знаете, как вам сказать, нет ничего плохого в эгоизме. Эгоизм это вообще очень хорошее чувство, которое позволяет быть человеком счастливым. Но, ужасающе деструктивен эгоизм, который реализуется за счет других людей. И ваш муж – это ваше отражение. Ваш муж – это вы. Ваш муж обладает теми качествами, которые хотите вы у себя иметь. Вы хотите так же властвовать над другим, вы хотите так же иметь силу, вы хотите так же, чтобы к вам относились. Почему? Потому что вы считаете, что мужчина так чувствует себя в безопасности, вы считаете, что у мужчины нет проблем. В действительности же, в действительности же, у мужчины, возможно, еще больше проблем, чем у вас. Потому что он вынужден стремиться к контролю над вами и над ребенком для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому, тот факт, что вы выбрали себе такого мужчину, тот факт, что вы не ушли от него, когда он начал проявлять себя негативно, говорит о том, что вы хотите чувствовать себя в безопасности. То есть, не удовлетворена базовая потребность, не удовлетворена вами самостоятельно. Поэтому, вы удовлетворяете ее за счет другого человека. Дальше, значит, по поводу Стокгольмского синдрома. Нет, я не думаю, что у вас Стокгольмский синдром, я думаю, что вы просто жертва, просто зависимый человек и все. Далее, вы пишите, значит, у меня была одна долго. Да? Вот чем для вас это так страшно? То есть, что вы, ну, были одна и что? Если вы уважаемый специалист, в чем проблема? Вы идеализировали своего мужа тем, что вы были уверены, что это действительно большое взаимноношающее любовство. Некое романтизация происходит. А значит, некая элиза. А значит, есть определенная незрелость ваша личностна. Несмотря на то, что вы уважаемый специалист. Вот. Далее, вы пишите, я скучаю по нему хорошему. То есть, вы его не принимаете таким, как он есть. Вам нужны определенные его проявления, это вы принимаете. Но это нужно вам, как только вы отделите свои потребности и свои нужды от человека, и увидите, что за это ответственны только вы. За то, что вы хотите. И что от того, что сейчас происходит, страдает ребенок, я полагаю, появится модель иного поведения. Вы пишите, я не могу понять, кто я. То ли жертвого тирана и психологического насильника, а то ли просто со мной что-то не так. Надо случить мужа, ехать за ним туда, куда я его несешь. Вы жертвого тирана и психологического насильника. Судя по тому, что вы пишите. Так. Ну, вот тут вот у вас чувство вины. Да. Кажется, я пропадаю, я держу за того, кто делает мне больно. Это же не нормально, да, как спасти. Начать держаться на себя. Начать опираться только на себя. Тем более, что вы уважаемый специалист, да. Вот. И посмотреть, как у вас сформировалось такое отношение к себе. Что вы хотите семью и детей. Что вы обязательно хотите большую любовь. Взаимную, настоящую. Что вы не боитесь быть одной. Вот вы и пишите, да. Значит. Так. Обидно и страшно оказаться брошенной, одинокой женщиной с ребенком. Бояться, бояться не стоит. А вот обидно, то вам обидно. С этим нужно поработать. Почему обидно? Обидно, это и есть перенос ответственности. То есть, если вы оказываетесь одна и брошена с ребенком, и вам при этом обидно, значит вы не принимаете личную ответственность. Еще раз, любая зависимость, любая зависимость, это принятие личной ответственности. И отход от перекладывания ответственности на других. С одной стороны. С другой стороны, это выражение своих чувств, свободное выражение своих желаний, но обязательно приход к какому-то решению. То есть, знаете, родственники расстраиваются ваши не потому, что вы им жалуются, да. Не потому что вам это трансказывают, а потому что вы ничего не делаете. Это не проблема поддержать вас. Проблема в том, чтобы что-то реально изменилось. Вот. Что мне делать, спрашиваете вы. Что делать, чтобы что? Опять же. Спрашиваете, что делать. Как спасти. Вет личной ответственности. Личная ответственность и определиться с тем, чего вы хотите. Для начала полностью принять себя. Во-вторых, увидеть причины, по которым вы считаете себя ущербными. Это вот то, что любой зависимый человек считает. Что с ним не все в порядке. Вот. Ну, опять же, вы спрашиваете, что делать. Что делать, чтобы что? Да. Да. Вот и все. Я думаю так. В любом случае, ваш мужчина, он игнорирует то, что вы хотите. Он игнорирует ваши специальности. Он игнорирует ваши достижения. Он хочет вас просто запереть. По сути, он препятствует вашему личностному росту. Я могу сказать одно, что если человек не заинтересован в личностном росте другого, то это означает, что он его не любит. Вот и все. То есть, всякое чувство к человеку, исключающее личностный рост, это не любовь. Вот очень простое определение любви. Собственно говоря. Вот. Обещанием верить действительно не стоит. Мужчины следят по поступкам, а не по словам. Тут вы правы. Вот. А так, по сути, вы жалуетесь на него. Говорите, что вот он такой плохой, что вот он там ничего не делает. Вот. Это психологическая игра все из-за тебя. Можете почитать о ней в интернете. Вот. Я уверен, если вы почитаете, то вам станет несколько понятнее то, что вы делаете и для чего вы это делаете. Вот. Обратите внимание на главный аспект. Вы спрашиваете, имею ли я право слушать себя и свои ощущения? Да, конечно имеете, но кто-то поставил это правило под сомнение. Это право. Кто-то поставил это правило под сомнение. Кто-то научил вас, что слушать себя не нужно. Кто-то внушил вам, что необходимо хотеть семью и ребенка. Кто-то внушил вам, что одной быть плохо. Кто-то это вам все внушил. И это не муж. Вы прекрасно понимаете, что началось это до мужа. Вы прекрасно понимаете, что этот ваш образ такой, знаете, робкой, забитой, неуверенной в себе девочки, которая отчаянно нуждается в поддержке, отчаянно нуждается в любви. Он появился не из-за мужа, не из-за мужа, а возможно из-за взаимодействия с вашим отцом. Про которого вы, заметьте, ничего не сказали. И который, заметьте, ничего не делает, чтобы вас защитить. Брат, например, который просто можете привозить вам то, что вам нужно, но ничего не делает с вашим мужем. Хотя любой брат, любой мужчина, близкий вам, уже давно бы с ним что-то сделал, либо то, что делает мужчина, это неприемлемо. Понимаете? И вот откуда такое безволие? Откуда такая неуверенность в себе? Откуда такое искажённое представление о себе? Нужно смотреть. Понимаете? Вот вы здесь говорите, да? Так, сейчас я попробую. Где-то вы здесь писали про брата. Вот. Ну ладно, сейчас я не найду. Сейчас я не найду. Сейчас я не найду про вашего брата, но вы писали, что вы привлекаете брата и маму. Мама помогает брата и маму. Вот вы писали. Что-что? Что-что? А, вот-вот, вы пишите. Все тот же брат помогает при затруднении, кем мама моя. Отец? Где отец? Почему эти люди вам помогают? Не надо вам помогать. Что ты делаешь? Понимаете? То, что вам помогает, то, что вам помогают, толкает вас в том же направлении. Нет, не нужно. Посмотрите, как страдает ребёнок. Посмотрите, как будет страдать вы, если вам никто не будет помогать. Вот это последствия. Это последствия тех действий, последствия того выбора. И вот именно это последствия дадут вам возможность выйти из этого состояния. А пока помогает, вы всегда будете надеяться. Ну а вдруг, ну а вдруг, ну а вдруг, ну а вдруг. И по итогу страдает ребёнок. Ну и вы тоже. Вот. Вот так вот, я думаю. Посмотрите в интернете про треугольник Карпмана. Вот. Стокгольмский синдром вы знаете, но здесь это совсем не в тему. Треугольник Карпмана посмотрите в интернете. И прочтите про садиста, про садиста и мазохиста. То есть садистические отношения, садомазохистические отношения. Вот. Почитайте об этом. Вот. Я думаю. Ну вот пока так. Пока так. Вот. Вот выпьешьте, да? Часто плачу. Из-за чего? Вам себя жалко. Да? Жалко себе. Что такое жалко себе? И вот по сути, подавленная любовь. Подавленная любовь и забота к себе. Только она проявляется не тогда, когда нужно, а когда вы ей даёте. Вот. Канава ей позволяет проявляться. Вот так. Вот так. По факту, по факту, ваш, ваш, вот, у вас есть жизненная установка, да? Например, угоди мне. То есть вы пытаетесь угодить своему мужчине. Мышине. Не будь счастливой. Вот. Ваш жизненный сценарий можно описать как бесчувство. бесчувство. Вас отручали чувствовать. Вот. То есть как бы, ну, 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 вот, не должны вы чувствовать. Вы не доверяете своему чувству. Откуда диссонанс-то возникает? Понимаете? Вот. Откуда диссонанс? Подумайте. Каковы? Вот есть ваши чувства, есть логика, да, есть всё. А с другой стороны, природа другой, другой позиции и в чём? Природа, основание, в чём? Это всё очень легко. На чём, на чём базируется ваше противоречие? И вы увидите, что противоречие базируется не на том, что мужчина говорит. не на том, что мужчина обещает, а противоречие только у вас внутри. Потому что у вас появляется надежда на то, что муж вам даст то, что вы хотите. Но ведь это же ваши надежды, это ваши чувства, это ваши желания. И они живут вместе с вашей логикой. Так не лучше ли будет объединить логику и ваше желание, если самостоятельно начать это всё реализовывать, без привязки к мужу? Для этого ещё раз повторю, нужно разобраться с вашей потребностной сферой. Спросите себя, чего вы хотите от своего ребёнка. То есть, спросите себя, чего вы хотите для ребёнка. Хотите, чтобы он так же страдал, как его, а она, она или он, не помню, будет страдать. Если это девочка, она обращает внимание на то, как ведёт себя мама и привыкает к судьбе, как мама. Если это мальчик, я просто уже не помню сейчас, если это мальчик, он смотрит на отца и он будет вести себя так же, как отец в семье. А может быть, и это не самый плохой вариант, а может быть, он будет вести себя подавленно. Может быть, он будет вести себя ещё хуже, чем вы. Ну, то есть, ещё более деструктивнее, чем вы. Вот. Понимаете? Какая история. И в российских реалиях, если вы живёте в России, ему будет почти невозможно построить отношения. Потому что, если женщина безвольная ещё как-то катируется, то безвольные мужчины не катируются никак. Или катируются гораздо меньше. Вот. Посмотрите на своих детей, и все сомнения отпадут. Вот. Страхи, да, страх идёт. Но это можно потерпеть ради детей, за которых вы, между прочим, ответственны. Но, в первую очередь, как правильно сказал мой коллега, за ответственность за себя. Вот. Вот так. Так что, ответите себе на вопрос, откуда у вас такое представление, да? Что у вас было в семье? Почему вы так вот, ну, ставите в любви? Почему вы боитесь одиночества? Вот. Откуда у вас ощущение, что вы никому не нужны? Вот. И подумайте, насколько вы нужны себе, и с чего вы решили, что вы не нужны, не любимы, и так далее. Вот. Понимаете? Зависимость, любая зависимость возникает, как правило, на основании нескольких причин. Эти причины, их немного, их немного. Но, как правило, основная причина в том, что человек зависит от другого, потому что у другого есть те качества, которых нет у человека. И за счёт этого он существует. В таком симбиозе. Но, как видите, ничего хорошего из этого не получается. Да, муж подстроился под ваши вопросы, а потом начал продавливать. Но почему начал продавливать? Потому что вы позволяли. А почему вы позволяли? Потому что вы чего-то хотели. А чего вы хотели? Это нормально, то, что вы хотели. Вопрос в том, как вы реализуете то, что вы хотите. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. Личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. На ваш деле хочется сказать, что вот чувство вины, которое вы испытываете перед близкими, да, неплохой такой мостик. Как часто вы испытывали вину перед близкими? Перед кем вы испытывали самую сильную вину? Что вы думали при этом, когда испытывали чувство вины? Чего вам хотелось? Что вам хотелось сделать? Сейчас то же самое. Вы не изменились, скорее всего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что вы всё-таки пройдёте курс психотерапии. Станьте свободной. И сделайте свободными своих родных и ребёнка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...